Дорогие друзья! Земляки-приморцы! Мы сегодня с вами отмечаем прежде всего день борьбы за свои права. Так получилось, что 28 лет назад мы с вами потеряли великую родину под названием Союз Советских Социалистических Республик. И вот на протяжении 28 лет мы с вами боремся. Этот день прежде всего является днем борьбы с несправедливостью. А бороться в России есть с чем. Это несправедливость, когда богатые мажоры, дети олигархов в социальных сетях обсуждают кроссовки за 80 тысяч, футболки за 150 тысяч. А в деревнях дети не могут себя одеть в школу. Это несправедливость, когда Приморья влачит жуткое социально-экономическое существование. И в то же время строят буржуйские гостиницы «Хаят», которые строят за 10 миллиардов, а продают в итоге за 2 миллиарда. Куда делись 8 миллиардов? Огромный вопрос. Опять же, в руках тех же олигархов. Это и есть несправедливость. Несправедливость в России, когда пенсионный возраст, последние надежды простого человека, который пашет у станка, поднимают на 5 лет. Именно в эти минуты 1 мая становится красным днем, красным от борьбы, красным от сопротивления. Сегодня прошли две колонны. Многие задавали нам вопросы. Почему? Почему мы не идем вместе с властью? Потому что лозунги у нас, товарищи, разные. Они идут, единяясь вместе с капиталистами, со своими буржуями, хозяевами предприятий, которые живут в 20, в 35 раз дороже, богаче, чем их работник. И идут под мирными лозунгами «Единение», «Счастье», «Мир», «Труд», «Май». Они давно превратили для себя этот день в день ностальгии. Для нас это никогда не будет днем ностальгии. Для нас это день борьбы. Борьбы с капитализмом, борьбы с унижением. Запах капитализма – это запах трущоб, это запах нищих, это запах голодных детей, умирающих от голода. Это запах капитализма. И наша с вами задача, задача коммунистов, задача тех, кто борется, навсегда искоренить этот запах из России. Чтобы духу не было капиталистического здесь. Когда кучка богатых имеет все, остальные не имеют ничего. В самой богатой стране в мире, на планете Земля. Уважаемые товарищи, именно сегодня мы должны поднять очень важные для края проблемы. Конечно, это обманутые дольщики, у которых фактически взяли деньги, но лишили их жилья. И государство не думает о том, где будет жить человек, где будут жить их дети. Оно просто отмалчивается большими обещаниями, лозунгами, декларациями, которые, не понять, подписывают, но они не исполняют. Элементарно. Ну дайте общежития людям. Не дают, не строят. Конечно, больная проблема – это дети-сироты. Это дети войны. Законы принимаются, а власть ничего не делает для того, чтобы исполнить эти законы. Уважаемые товарищи, завершая выступление перед вами, я хочу еще раз от всех собравшихся поблагодарить каждого из вас. Каждый из вас, кто пришел на эту демонстрацию, на этот митинг – это знамя. Это знамя сопротивления среди тысяч безразличных лиц. Вы – огонь сопротивления среди тысяч безразличных. Спасибо вам за это. Да здравствует 1 мая, день борьбы за свои права, день рабочего человека. Ура! Спасибо, спасибо. Слово предоставляется первому секретарю комитета Фридорского краевого отделения РКРП Виктору Потопенко. Дорогие товарищи, дорогие друзья приморцы, примите приветствие с днем международной солидарности трудящихся с 1 мая от имени Центральных комитетов Российской Коммунистической Рабочей Партии, от имени ЦК Радфронта, от имени Совета Рабочих Крестьян и Специалистов России. Первомайская традиция, которая родилась в годы первых маевок при подготовке и проведении первой русской революции, в том числе у нас в Приморье, были и запрета, и оболгания, и приватизации, которая продолжается и по сей день, этой великой демонстрации солидарности людей труда, людей рабочих и крестьян специалистов. Сегодня нет с нами тех, кто 28 лет назад не опускал это красное знамя, хотя были попытки разгона демонстрации, запрета демонстрации. Мы сегодня произносим имена рабочих Юрченко, Сергеева, Новых и тысяч других, которые не опустили это красное знамя. И сегодня честь и хвала, что нынешнее поколение молодых людей, людей, ответственных за судьбы России, за судьбы рабочего класса, здесь, на этой площади. Я еще раз передаю приветствие и говорю «Ура! Дню международной солидарности, трудящица! Ура!» Мы сегодня с вами солидарны со всеми народами, трудящимися бывших советских социалистических республик, ведущих свою борьбу за права, за то, чтобы можно было разговаривать на своем родном языке, любить свою культуру, свой народ, быть солидарными с другими. Мы выражаем солидарность с трудящимися Украины, сегодня ведущих свою борьбу против националистической политики, властвующей олигархической группы. Сегодня мы приветствуем и выражаем солидарность с братскими народами, трудящимися Донбасса и Луганска. Мы солидарны сегодня с борьбой трудящихся, которые ведут рабочие и коммунистические организации прибалтийских республик, власти которых открыли свои границы и для войск НАТО, для занятия позицией вблизи наших границ. Нет таким попыткам сегодня, которые развязал капитализм, переживая кризис и желая выйти из него за счет угнетения, за счет ущемления прав трудящихся. Нет капитализма. Сегодня этот лозунг звучит в рядах нашей демонстрации. Мы сегодня публично озвучиваем его и здесь. Власть, прикрываясь необходимостью борьбы с экстремизмом, под флагом этой борьбы ведет ущемление, угнетение прав трудящихся. Выносаживает методы полицейщины для того, чтобы лишить тех демократических завоеваний, которые добились трудящиеся за десятилетия и столетия своей борьбы с угнетающими режимами. Право на труд, оно сегодня нашей властью, в том числе российской властью, я подчеркну это, заменило, подменило, хотя записано в Конституции, но на самом деле это право сегодня подменено правом продажи себя как рабочей силы. Право продажи. И ты, рабочий Иван, можешь в свободе, можешь идти хоть на две, хоть на три работы, можешь бежать за бугор, хоть обслуживать хоть своего капиталиста, хоть буржуя иностранного. Вот вам свобода на деле. Сегодня нет теперь свободы и права получать пенсии достойные, право на образование бесплатное. Это земля наша российская, некогда бывшая матушкой, кормилицей, кем во что же она превращается и уже превращена. Земля наша, это теперь товар, это средства для извлечения прибыли и сверхприбыли. Вот с нами здесь обманутые дольщики. Почему они в такое положение попали? А потому что нужна прибыль, нужна сверхприбыль, нужна земля, и нужно на ней иметь то, что приносит эту сверхприбыль. Сегодня торы, которые разворачиваются в том числе и по нашей приморской земле, это средства, которые оборачиваются для нас ухудшением экологии. Это средства, которые обращают нашу землю в пустыне. Сегодня мы говорим о такой политике капитала. Нет, нет всего свращивания с иностранным капиталом. Сегодня мы, приморцы, перед собой-то у нас впереди только океан. Но позади у нас Россия, и эта Россия должна быть во весь голос, мы говорим, социалистической. И власть должна быть на этой территории рабочих, крестьян. Да здравствует социалистическая революция. Да здравствует сегодня 1 мая, день международной солидарности трудящихся. Ура, товарищи! Ура! Ура! Спасибо вам! Спасибо. Слово предоставляется Гришукову Виктору Враньям Верентальевичу, председателю краевого отделения Союза советских офицеров, депутату ЗАГСа. Дорогие товарищи, друзья, гости и жители нашего замечательного приморского края и города Владивостока. Сто тридцать лет сегодня исполнилось дню международной солидарности трудящихся. Каждый из вас, кто пришел и стоит на этой площади, имеет свои проблемы, свои болячки. Но мы должны сегодня найти такие вещи, которые нас всех объединят. И в этом залог успеха борьбы за наши права, за будущее наших детей и внуков. Уже говорилось сегодня о том, что с помощью предателей пятой колонны развалили наше великое союзное государство. Давайте назовем поименно, кто это сделал, кто являлся предателем и продолжает разваливать нашу страну. Это прежде всего Горбачев, это его Клика, это Ельцин, это Путин, это Медведев, это те депутаты, которые сидят и принимают антинародные законы. Что в Москве, что здесь на территории края. Это губернаторы, которые исполняют эти законы. И эти законы принимаются, все должны это понимать, в интересах крупного олигархического транснационального капитала. В этом мы должны донести до каждого человека. Не Путин управляет страной, не Медведев, не Государственная Дума, не Совет Федерации, а именно крупный капитал. Так же, как и Трамп в США, он тоже не сам управляет. Поэтому наша с вами задача создать сегодня органы народного самоуправления, которые помогут нам решить не только проблемы каждого здесь, присутствующего на этой площади, но и решить главную задачу. А главная задача это восстановление нашей советской народной власти. Это восстановление нашего единого союзного советского социалистического государства. В этом наша главная задача. И это должно нас всех объединить. Попытаюсь объяснить почему. Когда была советская власть, проблем не было безработицы. И тогда статья была за тунеядство. Надеюсь, старшие поколения помнят этого. Сегодня нет статьи за тунеядство. Сегодня нет названия трудовых коллективов. У каждого оставили самого по себе. Именно советская власть может восстановить право на труд, право на образование, право на отдых и на достойную зарплату и пенсию. Сегодня большинство нашего населения в нищете. Вдумайтесь. Единственная страна в мире, где 22 миллиона работающих человек живут в нищете. Где каждый второй ветеран ниже плинтуса опущены. Ибо сегодня пенсии и зарплата не отражают реальной стоимости потребительской корзинки. А она стоит, называю цифру. Запомните, передайте всем. В Приморском крае потребительская корзина сегодня стоит 85 тысяч рублей. Значит, меньше зарплаты и пенсий быть не может. И мы это должны добиваться. Но эта власть не пойдет на это. Они ссылаются на то, что денег нет. Извините, но выдержитесь. Это вранье. Ибо только национализация природных ресурсов, естественных монополий и отстранение режима от власти сделает так, что бюджет нашей страны и Приморского края сможет сделать то, что я говорю увеличение зарплаты и пенсии. Это не проблема. Мы вернем назад те земли, которые отдают сегодня по 473-му федеральному закону иностранцам на 70 лет. Там отменяется квотирование иностранной рабочей силы. Там можно делать все, что угодно. Законы там никакие не действуют. Более того, иностранцам сегодня разрешают голосовать и быть избранным местными органами самоуправления. Это предательство. Согласны со мной? Нет этому правительству, нет этой власти. Да здравствует наша народная советская власть. Я призываю всех, кто стоит на этой площади. Я призываю тех, кто нас снимает на камеры. Распространяйте все, что я говорю. Наша с вами задача повсеместно формировать органы народного самоуправления, органы самозащиты. Это будущий прообраз нашей народной власти. И только когда в каждой деревне, в каждом микрорайоне города, в поселочке городского типа мы создадим эти органы и выстроим вертикаль народную, до центра, до Москвы, лишь тогда нам удастся взять власть в свои руки. Без этого нет будущего. Вспомним историю сто лет назад. Между февральской буржуазной революцией и Октябрьской большевики создавали эти органы народного самоуправления. Это советы так называемые. И они взяли власть, которую буржуи бросили и отдали на съедение иностранцам. Но тогда это делалось беззаконно, а сейчас на основании тех законов, якобы, которые принимают господа. Это первое. Второе. Запомните раз и навсегда. Российской Федерации нет. В Международном реестре это частная компания, которую возглавляет генеральный директор Дмитрий Медведев. Мы с вами по-прежнему являемся советским народом. И каждый из вас в праве официально затребовать и вам выдадут паспорт гражданина Советского Союза. Мы все граждане СССР. А раз это так, то то, что сегодня принимается, это незаконно. Они не имеют права распоряжаться недвижимостью, как то землей и все, что находится на ней. Мы с вами призываем всех, кто сегодня не пришел, но донесите до них, крепить нашу солидарность, быть достойными наших дедов и отцов, которые эту власть, нашу народную, восстановили сто лет назад. И благодаря советской власти мы победили фашистского зверя и разгранили японских милитаристов. Да здравствует великий Владимир Ильич Ленин, да здравствует Иосиф Фисорович Сталин, да здравствует советская власть. Мы вместе победим. Ура, товарищи! Спасибо, спасибо. Так, слово предоставляется первому секретарю комитета Приморского краевого отделения ЛКСМ Евгению Лишенко. Здравствуйте, дорогие товарищи! От имени Ленинского комсомола поздравляю вас с этим международным Днем Солидарности Трудящихся. Сегодня нам пытаются впихнуть мир, труд, май. Но они забыли, что 330 лет назад рабочие боролись за это право на труд и за это право на мир. Каждая победа рабочего класса наносила неизбодимую рану, не заживающую рану на теле капитализма. Сегодня наше государство все туже и туже затягивает нашу удавку нам. Это пенсионная реформа, это повышение НДС, это право, это цензура. Сейчас думайтесь, партию жуликов и воров нельзя назвать жуликами и ворами, а главного вора нельзя называть вором. Вы вдумайтесь о том, что сейчас нам запрещают интернет, а завтра что сделают? Запретят нам дышать? Мы должны с вами сплощаться и говорить нет этой власти и бороться с ней всеми возможными способами. С праздником, дорогие товарищи! Спасибо! Спасибо! Товарищи, среди нас есть и то, что мы называем обманутые дольщики и пайщики. Давайте предоставим им слово. Слово Сергееву. Друзья, глядя на нас, хочется сказать, нас мало, но мы в тельняшках. Ничего. Завтра будет больше. Огромное спасибо коммунистической партии, что нам, обманутым дольщикам, дала возможность пройти в вашей колонне. Никто больше этого нам не предложил. Огромное спасибо. Это первое. Значит, от лица всех обманутых дольщиков государственной, президентской, федеральной программы жилье для российской семьи я хочу сказать следующие слова. Наша власть, может быть, думает, что мы сложим лапки, но мы не сложим. И будем бороться, пока нам не отдадут наши дома. Люди вложили материнский капитал. А число людей, которые заняты в этой программе в снеговой паде комплексе Д, более 700 семей. Да, сегодня на улицы вышли не все, но те, кто вышли, могут сказать свое веское слово. Пожалуйста, услышьте нас и передавайте в виде сарафанного радио. Наша власть дурит людей. Президент Путин, который придумал и учредил это все, просто отмалчивается. Отписки, которые мы получаем на все письма от всех органов власти, начиная от прокуратуры, Следственного комитета и президентских всех этих штабов и администраций просто лежат вот такой вот пачкой у всех дома. На снеговой паде стоит комплекс домов. В 17-м году летом 700 семей должны были праздновать новоселье. Обманули людей не какие-то частники, бизнесмены, а государство. Вы понимаете, в чем парадокс и нелепость? Государство, те, кто должны защищать людей от этого произвола и беспредела. Так вот, еще раз, мы будем бороться за каждый кирпич в нашем доме. С 1-го мая вас всех, друзья, и давайте еще раз вспомним, что это не день какой-то весны, а день борьбы за наши права. Спасибо. Пожелаем успехов в их борьбе. Трудно победить ворота, тем более государство, но надо. Так, слово предоставляется Наталье Кочуговой, депутату города Владивостока. Наташа! Не, не хочет. Ну, давайте. Она сейчас наговорится. Здравствуйте, товарищи! Что-то вы тут заскучали? А я хочу вас поздравить. Сегодня у нас отличный праздник. Погода нам шепчет. Раньше был дождь, а когда мы пошли, выглянуло солнышко и теперь сухо. И что все-таки стоят? Ладно, товарищи, я хочу вас поздравить с днем международной солидарности трудящихся. Я очень рада, что сегодня нас поддержали и отмазутые дольщики, и молодежь монстранты, и открытая Россия, и просто люди, и даже наши китайские друзья-товарищи нас поддерживали, потому что мы все вместе, народ, мы все простые люди, все трудящиеся, мы должны объединяться и бороться за свои права. Спасибо вам, ребята, за снеговой панец, спасибо, ребята, за Академ городка, что вы присоединились сегодня, что вы не молчите, что вы боретесь за свои права. и спасибо всем, товарищи, что вы сегодня пришли сюда, что вы шли с нами рядом, что вы с нами пели, что вы с нами сейчас отмечаете и радуетесь. Я очень рада вас здесь всех видеть. Ура, товарищи, мир, труд, май. Ура! Так, тихо. Давайте так, одно протяжное, два коротких. Ура! 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 Спасибо. Так, слово предоставляется Журавлёвле Наталье Алексеевне Надеждинский райком. Среди нас есть несколько участников нашего митинга, которые представляют районы Артём, Уссуресь, Большой Камень, Надеждинск. Вот мы представляем слово из Надеждинска. Уважаемые товарищи, дорогие наши гости и все, кто присутствует здесь, позвольте мне от имени коммунистов района, наших сторонников и всех трудящихся нашего района поздравить вас с праздником. Жаль, конечно, что сегодня этот праздник все-таки не раньше, как звучал «Мой мир труд». Сегодня он звучит по-другому, надо вперед кричать. Да здравствует труд и человек в труда. Это праздник, который вы должны отмечать как трудовой праздник борьбы трудящегося народа за свои права. Стыд на жить в стране такой богатой природными ресурсами, такой богатой талантливыми людьми. Стыд на жить нищими, потому что мы выбираем такое себе руководство, такое правительство и таких президентов и все остальное, то, что за ними идет. То есть ты на сегодня тот человек, который трудится, он сегодня нищим. Поэтому я призываю вас всех, наша сила в объединении. Вместе мы победим. Никто не даст нам избавление. Ни бог, ни царь и ни герой. Поэтому все в наших руках. Поэтому давайте объединяться и бороться за свои права. Более настойчиво, более уверенно и как положено проводить власть своих людей, которые будут нам устроить нашу советскую настоящую народную власть. Спасибо за внимание. Пожелать вам всем здоровья на благо нашей Родины. Да здравствует власть народа. Слово предоставляется майору Тимофею, представляющую Сулическую партийную организацию. Приятно видеть здесь собравшихся людей. Радуюсь, что многие еще помнят этот светлый день. Международный день трудящихся. Да, все это сейчас пытаются как-то похерить и завуалировать и придумать новые лозунги. День весны и труда. Какого труда и какой весны? Труда ради чего и ради кого? Ведь сейчас у нас в условиях буржуазного общества мы являемся пролетариатом. То есть людьми, которые продают свой труд работодателю, буржуа. Мы не являемся хозяевами собственного положения, как это было осуществлено после октября 1917 года, когда на свет появилось первое социалистическое государство из события мирового масштаба. И, собственно, я вижу сейчас очень нехорошую тенденцию, что пытаются, во-первых, нас завуалировать все это. Вот готовящийся 9 май будет на бессмертном полку со стороны государственной подачи запрещают портреты Сталина. А ведь все это в звенье одной цепи. И последствия мы видим в виде незнания истории, в виде деградировавшей молодежи, в виде дебилизированной культуры, которая, в свою очередь, выбивает кирпичи из фундамента будущего нашей страны и нашей Родины. Я хочу в первую очередь пожелать, чтобы мы не сколько собирались, сколько орали свои возмущения, сколько самообразовывались, учились коллективизироваться, отстаивать свои права и изучать Уголовный Трудовой Кодекс России. Ведь помните, как говорил выдающийся коммунист и интернационалист болгарского происхождения Георгий Димитров фашизм это наиболее реакционная форма диктатуры, террористическая, антигуманная, на службе крупного капитала. Сейчас у нас практически весь мир, не только Россия, не только за океаном на американском континенте являются капиталистическими. И все это рано или поздно может привести к взрыву в виде зарождающегося фашизма и агрессии. Мы не должны позволить этому случиться. Будьте оптимистами, готовьтесь к худшему и стройте свое будущее и своих детей. Прорвемся, но пасаран! 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 Так, спасибо, спасибо. Слово предоставляется Павлу Андреевичу. Первая речка. Здравствуйте, товарищи! С праздником вас первого мая! С днем солидарности трудящихся! Как уже было сказано, нам действительно нужно объединяться, нас сейчас мало. Нас очень сильно разобщает многое. Но мы должны быть вместе, мы должны осознавать, что вместе мы сила. И каждый из нас по отдельности это сила, которая имеет возможность влиять на будущее. Очень часто люди говорят, что нет им ни на что они не могут повлиять, что я могу один сделать. Вместе мы можем сделать все. И каждый из нас, каждый человек является силой, которая важна для нашего общего дела. Собственно, нас разобщает, разъединяет страх. Нас пугают, нам угрожают, нам говорят, что уволят с работы, не на что будет кормить семью. нас пугают. Главное, нам нужно запомнить, что наши предки более века назад не побоялись. Их тоже уничтожали и гоняли, но они не побоялись высказать свое мнение, взять власть в свои руки. сейчас же мы просто каждый сам по себе, никто ни на что не хочет вообще идти. Очень многие люди боятся. Я скажу вам, не бойтесь. Вместе мы сильнее всегда. У меня все, я не буду отморачиваться много времени. спасибо, спасибо. Товарищи, митинг наш подходит к концу и нам надо принять нашу резолюцию. Слово для зачитывания наших требований предоставляется Исковой Татьяне Николаевне. Уважаемые товарищи, в целях экономии времени позвольте зачитать только требующую часть нашего митинга. Митинг трудящихся требует вся власть авторитетному профессиональному правительству народного доверия. Правительству народного доверия начать притворять в жизнь антикризисную программу КПРФ. Возродить социальные завоевания советской державы. Обеспечить людям труда достойную жизнь, право на отдых и образование. Прекратить русофобию и антикоммунизм как идеологии и движения, нарушающие нынешнюю российскую конституцию и законы об экстремизме. Долой диктатуру олигархов и чиновников вернуть власть трудовому народу, остановить рост цен на продовольствие, топливо, тарифы ЖКХ, ликвидировать коррупцию и произвол властей, ввести прогрессивный налог, принять закон о детях войны на федеральном уровне, провести национализацию стратегических отраслей экономики, утвердить доступное образование, медицину, жилье для всех граждан Российской Федерации, отменить пенсионную реформу в ее антинародном виде, увеличить пенсии до 50% от средней заработной платы работника за последние три года. Минимальные зарплаты и пенсии должны составлять 25 тысяч рублей и более. От губернатора Приморского края Кожемяка требуем предпринять шаги к восстановлению планового характера развития экономики Приморского края, начать подготовку к формированию широкого фронта народно-патриотических сил. КПРФ наиболее крупная сила оппозиции, имеющая четкую программу, разветвленную сеть региональных и местных организаций, опыт парламентской деятельности. Она может и должна стать ядром народного фронта, предложить союзникам и сторонникам КПРФ, направить своих кандидатов в состав руководства широкого народного фронта на территории Приморья, распустить цик Российской Федерации и тик в их нынешнем составе, как не способные обеспечить выборы в соответствии с законодательством Российской Федерации, потребовать, чтобы в информационной справке кандидата на выборах была обязательная строка о его былой или настоящей партийной принадлежности. В условиях нарастания международной нестабильности укрепить все элементы национальной безопасности России, особое внимание уделить работе с населением и активной борьбе с пятой колонной, государству принять комплекс защитных мер от гибридной агрессии и цветной революции, продолжать укреплять территориальную оборону страны. также в резолюции митинга будут внесены все требования обманутых дольщиков и пайщиков. «Спасибо, товарищи, с праздником!» «Дорогие товарищи, кто за такую резолюцию прошу проголосовать?» «Спасибо, всего всем доброго, с праздником, дорогие товарищи!» «Товарищи, митинг нас считаем закрытым». Продолжение следует...